До открытия игр в Сочи осталось два дня. В Казани в музее соцсбыты решили взять олимпийскую высоту. В этом году они особенные не только тем, что проходят в России, но и тем, что юбилей 90 лет назад прошли первые соревнования. На лыжи той эпохи встала Дарья Турцева. Первые зимние игры прошли в курортном городке Шамани во французских Альпах. Правда, тогда они не назывались олимпийскими. Олимпиада была только летней, но Франция, которая принимала игры 1924 года, решила, что лыжникам, хоккеистам и фигуристам хорошо было бы поддержать коллег по летним видам спорта перед важными соревнованиями. Так, с легкой руки французов 90 лет назад и появилась зимняя олимпиада. На первых зимних олимпийских играх бегали вот на таких деревянных лыжах, вот с такими палками легкими и прочными из бамбука. Точно такой же инвентарь был и у норвежского лыжника Торлифа Хеофа, который стал первым олимпийским чемпионом. Это сейчас магазины ломятся от ассортимента спорттоваров. Раньше лыжи и коньки передавались из поколения в поколение. Разнообразиями не отличались, поэтому каждый, стараясь выделиться, тюнинговал спортинвентарь на свой вкус. В детстве от моей двоюродной сестры мне достались коньки, которые, к сожалению, в советское время не было разнообразия. И мы с родителями решили просто перекрасить их обычной маслянистой краской вот в такой желтый цвет. Миллионы мальчишек в 70-х мечтали иметь клюшку, как у звезды хоккей Бобби Халла, загнутую, чтобы лучше держала шайбу. Но промышленность выпускала только прямые. Дорабатывать приходилось, вспоминает Рустем Валиахметов на кухне, распаривая над кастрюлей с кипятком. Миллионы наших мальчишек, я думаю, что сейчас мальчишки 70-х, 80-х годов, просто прослезятся, когда им напомним, как это все было. Клюшка держалась в кипятке, потом батарея, в каждой квартире была вот такая батарея, и клюшка загибалась. Сколько клюшек было сломано в этот момент, это не счастье, но вот этот момент, когда хотя бы какой-то изгиб появлялся на клюшке, это был просто моментом счастья. В этом году юбилей у санного спорта. Ровно 50 лет назад он вошел в олимпийскую программу. Еще одно интересное совпадение. Нынешняя Олимпиада 22-я по счету. 22-ми в 80-м году были и летние Олимпийские игры в Москве. Дарья Турцева, Равкад Зидинов, Вести, Татарстан.